Всем привет дорогие друзья, с вами Вилнов и в этом видео расскажу вам о том, какие интересные новости у нас произошли на этой неделе, когда все-таки выйдет препатч, но перед тем сходу, как всегда, ты мовички, ты мовички, это когда ты бежишь домой и очень сильно хочешь какать, вот ты в лифте, вот ты уже у двери, быстренько закрываешь, снимаешь и понеслась это невероятное ощущение, поэтому сходу поставьте лайк, подпишитесь на канал, нажмите лайк, чтобы получить уведомление, о новых видео и стримах, которые проходят каждый день с 12 или 14 и с 18 до 21 по московскому времени, естественно, и оставьте свои комментарии, что вы думаете по поводу того, что у нас здесь вообще происходит, так ребятушки, препатч у нас выходит 7 октября, тестовая вот эта вот возня ПТР вышла на релизную версию, больше не тестовая, а теперь релизная, поэтому как бы 7 октября у нас выйдет препатч, в принципе, как я скажем так и прогнозировал, да, прогнозировал сейчас, как-то вся ситуация немножко меняется, вот, раньше я думал, что вот предзакачка, это почти всегда означало, что скоро выйдет, а вот и нет, ребяточки, а вот уже и нет, по старым, как говорится, памятям пытался добраться, поэтому вот так вот перед вами оправдался, да, что говорил, что 23, но теперь 7 октября, и это уже, как говорится, 100 вроде как процентов, да, так что отлично, так что отлично, ждем препатч, а с ним и много всяких разнообразных вкусняшек, которые поменяются, да, чтобы посмотреть видео, что поменяется, там посмотрите, у меня есть такое видео, что надо успеть сделать до выхода препатча и прочее, да, значит, интересная новость номер 2, ребяточки, да, старые зелья перестанут работать вообще и будут работать только на 49-м, то есть Blizzard Entertainment, все зелья, то есть вообще какие только могут быть, вот, начали работать только на 49-м, это конкретно зелья небесной поступки, зелья темноводья, дренорское зелье скорости, зелья свободы действий, зелья невидимости, обычные, короче, зелья, грубо говоря, не имеющие, вот, никакого смысла, вот, и они почему-то не будут доступны на 50-м уровне, вот, честно говоря, как-то, как-то и даже непонятно, вот, что же я такого невероятного получу, если буду их использовать уже на 50-м только, да, типа, первый левел быстрее прокачаю остальных, да, из 10 или что, очень странная схема, новость номер 3, ребяточки, это в препатче, у нас уже выяснилось, да, вот, что сложность модификаций вот этих вот самых наших мификов, да, будет меньше работать, то есть, если раньше, грубо говоря, на 13-м ключе у нас ХП мобов увеличилось в 3 раза, то теперь ХП мобов будет увеличено только в 2 раза на 13-м ключе, и поэтому, как бы, ну, получается, как бы легче, да, и, то есть, легче будет закрыть все ключи, потому что всех будет, ну, гораздо меньше ХП, судя по всему, да, следующая новость, прям сходу об этом же можно сказать, это, ребяточки, у нас не будет дополнительных бросков и, соответственно, вот этих вот монеток, да, убирают всю эту концепцию монеток полноценно, да, то есть, если раньше это было под вопросиком, вот, то теперь это 100% не будет никаких дополнительных бросков, вот, такие делишки, вот, почему, спросите вы меня, да, вот, и ответ Близзардов интересный, потому что теперь у вас есть великое хранилище, типа, когда мы, вот, проходить будем миллиарды этих вот самых мификов, миллиарды рейдов и так далее, у нас будет много шмоток на выбор, но хоть мы можем взять мы только одну, соответственно, задаюсь я вопросом, Близзарды, и как же одна шмотка, как бы, но на выбор становится лучше, чем одна шмотка рандомная плюс вторая шмотка рандомная, я не знаю, я часто использую это, чтобы одеться, я, ну, короче, теперь, ребяточки, нельзя будет, скажем так, выверенно ходить на одного босса и прямо вот надеяться, да, теперь Близзарды говорят, если хочешь, чтобы что-то тебе выпало с рейда, вот, пройди его полностью, и тогда у тебя получится три шмотки на выбор с этого рейда, вот, ну, либо с мифика, либо с ПВП, поэтому вот так, ребят, поэтому они были на этом таковы, значит, не забывайте о том, что вся пыль от титанов, которая сейчас у нас есть, превратится в голду в очень маленьком соотношении, что-то типа, наверное, разделить на 100 примерно, да, то есть 10 тысяч у вас есть пыли этой, разделяете на 100, это, мне кажется, даже я преувеличил, да, ну, короче, супер-мега-мало пыли, ребяточки, супер-мега-мело, мега-мел-ля, это что, такой фрукт новый, мега-мело, вот, короче, мало голды за это дадут, поэтому тратите куда-нибудь эту пыль титанов, если у вас нет шмоток, чисто купите на вырост, скажем так, чисто ради статов, например, например, да, значит, припатчики, ребяточки, нам разрешат уже в припатче купить пвп-медальоны, то есть будет отдельный вендор, вот, я так понимаю, не поверить, он будет стоять у нас в основных столицах, то есть, как помните раньше, в старом городе за Альянс, и, соответственно, будет стоять за Орду, там, где вот сейчас пвп-шники за Орду стоят, там, ну, левее входа, назовем это так, я понятнее, как это называется, но все же, значит, про старый город-то я хотя бы помню, значит, как бы вот так вот, да, вот, даже можно, смотрите, можно будет купить даже не просто, получается, пвп-аксессуары, можно будет пвп-шмот купить неожиданно, да, мне уже, я смотрю, вот эти одноручки, двуручки есть, стоить это будет, ну, нормально, вот, и левел будет сотого левела, то есть, чтобы понимали, четыреста семь спятые, четыреста семьдесят пятые шмотки, это сто тридцать третий примерный левел, а это будут пвп-шкиные сотовые левела, да, и аксессуары, ребяточки, будут вроде как сто семьдесят пятовые левелы, так, сразу имеют сто семьдесят пятый уровень, и, судя по наличию ранга, могут улучшаться далее за честь, вот, то есть, аксессуары сразу большого левела, шо? Вот, ну, ладно, мы посмотрим еще, ребяточки, обязательно, однозначно посмотрим, да, значит, как вы помните, я уже там, когда занимался вот этим вот, стримлю, да, рассказывал, и мне прям сразу заманила мысль о том, что как только выйдет Shadowlands, там сразу будут крутые недельные события, типа путешествия времени, типа подземелья Shadowlands, ну, вы поняли, да, вот эти вот недельные, по которым я делаю видосики, ребяточки, их не будет, их не будет, Blizzard, такие хитрые события, отменяют аж на три недели, и первая из них состоится только 18 ноября, 18 ноября, это первая будет стычки на арене, за которую можно будет получить по итогу какую-то шмотку, ну, это, видимо, чтобы, короче, не было легко получать какую-то шмотку, короче, чтобы мы не разогнались, да, такие вот новости, значит, ребят, следующая новость стала известна, как будут выглядеть примерно какие-то мега-предметы, мега-предметы, конкретно сеты за PvP первого сезона, да, и сейчас у вас на экране, скажем так, от ткани, от ткани до лад будут по очереди отображаться все эти ребяточки с этики, да, с этики, то есть по принципу сначала просто PvP-шный, потом уже обычный гладиаторский, и потом, соответственно, супер гладиаторский, поэтому вот эти вот по четыре варианта вы будете сейчас у себя на экране наблюдать, я надеюсь, да, потому что я не в курсе, но я должен был бы это сделать бы, да, поэтому, как вы просили, картиночки добавляю, оставляйте свои комментарии, что вы думаете по поводу этих сетов, на мой взгляд, некоторые выглядят хорошо, но, очевидно, кожа, которая выглядит как латы, в стиле Вальхельсинга с этой шляпой, латная шляпа, латная броня, как говорится, алло, ты в курсе, это как бы кожа, такое, это говорит, да и в жопу твою кожу, какая тебе кожа, вон, ля, как латы выглядят красиво, капец, вот, латный в скобочках кожаные доспехи, да, кстати, латный не выглядит настолько латными, мне кажется, как латные, которые закожаные, да, смешная тема максимально, значит, если вам, ребяточки, в новом дополнении уже не нужны будут шмотки с великого хранилища, то есть, ну, какие-то там, ну, вы поняли, да, прошли мифики, там, пвп, рейды, да, и вам предлагают, опять же, вот эти шмотки, ну, может сказать, мне это тебе не надо, и выбрать просто как вариант аниму, да, то есть увеличенное количество валюты для прокачки всей вот этой вот возни, связанной с ковенантами и прочим, да, то есть, в принципе, очень даже хорошее, на мой взгляд, решение, да, очень хорошее решение, вот, вроде как это прикольно, да, вроде как прикольно, ну, а тем временем, ребяточки, вы-то думали, пока мы тут сидели, ныли по поводу того, что при патче, там, когда Рекстрой, как бы, опять забузил скалирование левелов, опять там, все, что можно, забузил, и просто подошел к кому-то пареньку и говорит, ты, говорит, плохой человек, он говорит, почему плохой человек, он говорит, потому что Блодласт, нажал на него, очевидно, эту вот жажду крови, которая есть у Фури Вара, ну, знаете, такой скилл, который хилит, да, и кританул ему прямо в лицо на 600к, и говорит, ну, ты урод, и пока, вот, на 600к кританул его и пошел дальше своим делами заниматься, Рекстрой как бы, веселиться продолжает максимально в этой игре, пока мы ноем, да, а говоря уже о других людях, которые что-то там ноют, один парень просто пошел, ну, вот, ну, чисто такой, знаешь, ордынец, которого задолбало, что и Вилноу, и другие люди, другие стримеры, людей со стримерами сравнил, да, не организовывают пати на убийство альянсеровских каких-то там, вот этих вот боссов, тиранных, вот этих вот вэллинов, да, пошел и всол их уничтожил, да, всол их уничтожил, и подумал, что это, в принципе, для него было довольно-таки неплохо, пошел всол их убил, как бы, да, молодь, ну, засолил их, подсолил их, как говорится, да, вкуснятинка. Уже, ребяточки, сходу, сходу у нас на всем этом замечательном Shadowlands, чтобы вы понимали, пандарены, пандарены-охотники смогут приручать вот этих вот змеев, которые как глист летают, да, будто бы сел на глиста, и за тобой еще два глиста летают, если ты БМ, чтобы у тебя было прям пати глистов, чтобы ты вот так вот в стиле, в стиле, не знаю, лапшичка, в стиле лапшичка двигался, вот, на приручать всех глистов, а, между прочим, андеды, отрекшиеся, получат возможность приручать животных нежить, в том числе Рязана, в том числе Рязана, я так полагаю, да, потому что он все-таки животное нежить, да, получается, как бы, динозавр, в скобочках, животное или что? Не факт, что что? Ну, вроде он как бы, ну, хотя динозавр это животное, да, так попахивает драконом от него, конечно, ну, да ладно, ну, да ладно, ребяточки, у нас новость номер отвратительная, новость номер отвратительная, я не знаю, кто, ребята, я расстроился, кто-то наголосовал на то, что, как вы помните, было голосование, вот, наголосовали, что у нас дадут нам халявного маунта всем, всем, кто, по-моему, до 19 сентября, купил предзаказ, что-то такое, вот, мне кто-то говорил на стриме, если что, мне исправьте, да, дадут древняя маунта, но, боже мой, ребята, ну, он же будет выглядеть, скорее всего, как Грон, вот, знаете, Грона, да, знаете, вот этих Инферналов с Гулдана, вот, Инферналов с Гулдана, это вот, называется Близзарды, которым было наплевать делать новую модельку, да, просто Инфернал с Гулдана выглядит отвратительно, Грон выглядит, ну, типа, окей, да, типа, хорошо, но вот уже Инфернал, это уже было тупо, на мой взгляд, тупо выглядел на модельке Грона, и вот теперь вы получите древняя, как говорится, тире Грона, скорее всего, пока неизвестно, как он будет выглядеть, древень, да, но у меня есть такое предположение, а уж лучше это была бы летающая книга, а уж лучше это была бы гусеница, которых вообще в игре нет, понятно, что дерева тоже в игре нет, но это будет опять Грон, понимаете, опять меделька Грона, и это, на мой взгляд, отвратительно, новость, которая меня радует, все инженеры будут все-таки иметь батл-рес, батл-рес, как друиды, и как демон, вот эти вот демон-хантеры, как рыцари смерти и друиды, да, то есть все, у кого есть инженерка, на 85 навыках, соответственно, шадоулендской инженерного дела, смогут крафтить такие вот штучки, которые будут резать мертвых игроков, да, ну, как бы это хорошо, как бы это хорошо, потому что, получается, инженерка уже давно, наверное, осталась последней из профессий, которая действительно каким-то образом плюс-минус применима в игровых ситуациях, да, типа в тех же мификах и прочее, да, что хорошо, вот, что хорошо, на мой взгляд, это полезно, потому что все-таки, ну, надо было хоть одну профессию оставить, чтобы она была полезная в игре, а не способствовала голдфарму, да, потому что сейчас все профессии способствуют голдфарму, кстати, сходу интересная новость, как вы помните, немножко про трансмог, я напомню, да, напоминаю, что теперь можно будет трансмогрифицировать легендарки, легиона, как хочешь, то есть, если у тебя был какой-то посох на приста, вот, в артефактном оружии на свет, ты его мог только трансмогрифицировать на свет, теперь этот красивый посох может и ШП дать, и ДЦ дать, ну, вы поняли, как бы, механику, да, более того, вы можете, как бы, даже эти оружия менять, в случае, например, паладина или воина, когда у вас был щит плюс меч, и они были прям зациклены в руках, теперь этот щит и меч, это отдельные трансмоги, которые вы можете разделить, да, то есть, будет отдельный крутой щит, и какой-нибудь, который вам больше нравится, меч, не связанный с этим артефактным обликом, да, легендарным, поэтому это классная новость, и как бы к этой новости добавляю, вот это я напомнил, да, как бы добавляя, это то, что теперь у нас будет доступно трансмогрифицировать каждый наплечник отдельно, каждый наплечник отдельно, сразу в моей голове начали появляться образы наплечников, которые было бы прикольно совместить, вот, а некоторых, которые прикольно было бы сделать, да, то есть, как, например, помните, наплечник есть у охотников из «Испытания доблести», вот, а там такой красивый такой череп динозавра, такой прям ируническая такая рыжая тема по нему идет, или красная, если вы пахалку прошли, а на другой была такая хлюпенькая дрянь, вот теперь можно этот мощный и сюда, и сюда мощный, да, на Хантера, и вот у вас будет два мощных, да, или два хлюпеньких, например, если вам хочется, с рунами, это интересная, приятная тема, мне нравится, честно говоря. Также, ребяточки, Близзарды потихонечку вковыривают в игру аддоны, аддоны, и на этот раз ковыряли в игру аддон, который показывает нам все местоположения подземелий и рейдов. О, спасибо, Близзард, невероятно, аддон это уже нам показывал, теперь не придется качать этот аддон, который показывает местоположение всех подземелий и рейдов. Если ты, допустим, зашел на любую карту, там зашел, там, я не знаю, на любую точку Пандарии, сразу видишь кружочком, как показано, где что находится. Это хорошая новость. Следующая новость связана, ребяточки, с подземельями и прокачкой. Если вы выбрали за хроме, например, Burning Crusade, вы качаетесь, например, по подземельям, вам нравится, но вот вы ждете уже 10 минут, и пати не находит, ждете 13 минут, пати не находит. Вы думаете, проклятые блины, или не лизарды, сделали опять какую-то дрянь, как тут я буду качаться на подземельях, если никто со мной не играет одновременно на Burning Crusade, а мне он нравился, да, то уже на 15 минуте вы будете автоматически подключены к поиску всех подземелий по всем абсолютно локациям. Это значит, что на прокачке будет еще приятнее и легче. Выбрал БК, 15 минут нету твоей пати, нету намека и на БК, ты оп, в Пандарию, оп, катаклизм, оп, Личкиных куда-то там телепортнуло тебя, там все отскалировалось, и ты там тоже прошел, и, в принципе, качаешься. Неплохо? Неплохо, я считаю. Отличная такая, скажем так, борьба с тем, что вдруг вот на какое-то дополнение будет самое не очень кому-то нравится, да, и, соответственно, это будет как-то восполнено. Восполнено, и при этом как бы разделение по дополнениям не остановит прокачку, это классно. Blizzard Entertainment, завершающая новость, рассказали свои планы по поводу PvP-шмота. Как вы помните, у него были проблемы, у того, что там было непонятные статы, вот, и опять же, это было слишком бессмысленно, выбивает, да, поэтому они разговаривали вот что. Значит, прям читаю блюпост, так называемый блюпост, это когда прям разработчик тебе прям пишет, прямо официально, да. Мы изменим распределение характеристик на экипировке за очки завоевания так, чтобы на ней всегда присутствовала универсальность. За очки завоевания, хочу заметить, не честь, а завоевание. То есть, одеваться в идеальный шмот, в принципе, вы сможете теоретически за арену. Присутствовала везде, чтобы универсальность, то есть везде будет универсальность, однозначно. И для предметов каждую ячейку должно быть по две из трех комбинаций. То есть, для всех латы, кольчуга и так далее, будет два варианта шмотки, два варианта. Либо это универсальная скорость, либо универсальность искусственности, либо универсальность крит. То есть, вот как вам Родблиззарды захотят подумать вам, да, дать, так и дадут, да. Вот, будут у вас штаны за скоростью, универсальностью и с критом универсальностью, вот искусственность вы уже нигде, типа, и не найдете, чтобы вы понимали, да. А во-вторых, они вводят бонус комплекта от двух частей, которые активируются при использовании двух ПВП аксессуаров. Например, при прерывании эффектов контроля, медальон, или использовании исцеления военачальника, господства и так далее, этот бонус будет увеличиваться и увеличить прибавку к урону исцелению от универсальности. Но, незащитные свойства на аренах, то есть, хил входящий, хил исходящий и урон выходящий, кроме выживаемости, будут появляться в ПВП аксессуарах, добавляя, скажем так, немножечко приятного смысла использовать именно эти аксессуары, скажем так, в зависимости от вашей универсальности, хочу заметить, да. Будет увеличиваться, это классные бонусы, к слову, да. Ну и, соответственно, как вы поняли, так или иначе, вы не получите вообще, то есть, абсолютный бис. Вот, допустим, у вас будет рыцарь смерти, и вы захотите универсальность плюс скорость на фулл собрать и кайфовать. Близзарды сказали, если хочешь быть про, то они прям так и написали, если хочешь быть про, значит, наполовину сходишь в эту варенку, а остальное, что тебе не нравится, добьешь на, знаешь, прям как бы вот так подмигивая, добьешь на мификах и на рейдах, потому что про играет весь наш контент, а не только в ПВП. Да, вот так они и сказали. В принципе, решение здравое, учитывая, что большую часть шмоток все-таки можно выбить, потому что вот вы сразу их не хейтите, да, я, конечно, смешно их, возможно, да, как бы так саркастично показал, но, ребяточки, по сути, это правильное решение, потому что, сами знаете, да, дай обезьяне палку, она пойдет стучать по другой обезьяне, да, и по этой причине, если вдруг сейчас бы сделали везде, скажем так, какие-то там идеальные статы, можно было всегда сделать, какие хочешь, то вот эти вот, которые 7 тысяч Демон Хантер вылез бы неожиданно и перестал бы ходить в мифики, и начал бы бесконечно ПВПшиться, пока он не одел бы идеальные шмотки с арены, да, и все потом говорили, о, на арене лучшие шмотки выбивать, а в мификах дерьмо у нас. Сами понимаете, как это было, я считаю, что это хорошее решение, крутая тема с триньками, которые бафают универсальность, но, конечно же, Близзарды, видите, как они хотят, они хотят все-таки универсального контента, что даже если ты ходишь на арену, то ты сможешь ходить и в другие подземелья, как ты помнишь, да, раньше, когда у нас была ПВП-устойчивость и ПВП-сила, да, что из этого исходило, ребятушки, исходило то, что ты видишь человека в парте с этими статами, ты говоришь, иди-ка ты, собственно, братишка, отсюда нахрен, иди-ка ты нахрен, братишка, да, из рейда, из мифика, ты какой-то бесполезный, да, поэтому, чтобы такого не было, вот, чтобы прямо вот они не видели, что он ПВП-шорт, который там оделся в ПВП, они вот делают такой вот баланс, на мой взгляд, правильное решение, оставьте свои комментарии, думаете ли вы правильное или это решение, я думаю, правильное, да, а я надеюсь, вам понравилось, ребятушки, это видео, было полезным, ждем припатч, голосуем за Орду, за Альянс, по-прежнему побеждает Орда, новое оформление, кайфуем, отдыхаем, расслабляетесь, ребятушки, последние денечки перед припатчем, и, соответственно, как я и сказал, обязательно посмотрите мое видео, что нужно успеть сделать до припатча, потому что я это дело организовал, чтобы вы могли заценить, да, такие делишки, ребятушки, обязательно жду вас на стримах, ну и на новых видео, Буг, 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 буг. Зверь.